Мужчина обнаружил котёнка, застрявшего в дренажном отверстии на заводе. Подойдя к другой стороне водостока, он заметил ещё двух кошек рядом с пойманной в ловушку кошечкой. Как только они увидели человека, две кошки бросились прочь. Мужчина узнал этих кошек, по предыдущим наблюдениям, их мать привозила их сюда. Раньше котёнок легко маневрировал в канализации, но теперь, казалось, он перерос пространство и застрял. Он попытался освободить котёнка, но не смог, так как его голова была плотно зажата в отверстие. Перейдя на другую сторону, он попытался расширить отверстие с помощью инструмента, но всё равно безуспешно. Обеспокоенный тем, что у котёнка заканчиваются силы, он предложил ему немного воды. Мужчина упорствовал в своих попытках спасти котёнка. Через пять часов мужчине наконец-то удалось освободить пойманного в ловушку котёнка. Покрытый грязью, он решил искупать котёнка. После уборки котёнок быстро убежал. В тот вечер кошка вернулась с другими котятами, по-видимому, чтобы поблагодарить мужчину за спасение её малыша. На следующий день, опасаясь, что котёнок снова застрянет, мужчина заблокировал водосток куском дерева. На третий день кошка-мама снова вернулась со своими котятами в поисках остатков пищи на земле. Мужчина принёс им немного мяса. Котята, испугавшись его приближения, сначала убежали, но, вернувшись позже, обнаружили, что еда съедена. Мужчина купил кошачий корм для матери и её котят, ежедневно готовя им еду. Мама-кошка всегда ждала, пока её котята поедят, прежде чем получить свою долю. Котёнок справа, застрявший в канализации, заметно вырос. Несмотря на то, что кошка всё ещё опасается людей, кошка и её котята сделали это место своим домом. Мужчина проявил сострадание и заботу по отношению к бездомным кошкам, создав связь, которая превзошла страх и неуверенность. Мужчина проявил сострадание и заботу по отношению к бездомным кошкам.